Благовоние после сжигания становится пеплом. Без пепла нет и благовоний. Что ж, значимость в том, что во время сгорания определенных субстанций, во-первых, конечно, есть аромат, приятный для обоняния. И сжигание благовоний связано с атмосферой, а не с вами. Потому что в разных местах, особенно в помещении, в разных помещениях есть разные виды, с одной стороны, запах, но также есть определенные энергетические структуры. Их образует размер и форма комнаты. Вот почему такое внимание уделяется форме и размеру комнаты. В индийской культуре большое внимание уделяется форме и размеру комнаты, в которой вы живете. Потому что в некотором роде, если комната не сильно проветривается... Когда я говорю «сильно проветривается», я имею в виду, воздух проникает с двух сторон. Тогда ощущение почти как на открытом воздухе. Это другое. Большинство домов строится иначе, потому что есть соседи, нельзя открыть слишком много окон. Так это не работает. Есть погода, есть много всего. А также кондиционеры хуже не придумаешь. Таким образом, разные формы и размеры создают различные виды энергетических структур. Эти энергетические структуры, если они станут очень сильными, могут определять ваше психологическое и эмоциональное состояние, которое может быть либо благоприятным, либо стать препятствием в том, кем вы хотите быть. Некоторые вещества, такие как сандал в Индии... Также есть то, что называется самрани — очень мощное средство, которое используют даже тогда, когда люди болеют. Первое, что делают — используют самрани. И сегодня подтверждено. Он убивает определенные виды бактерий в воздухе и на поверхностях. Поэтому, особенно если в доме есть больной человек, самрани повсюду. Если устраивается какое-нибудь благоприятное событие, повсюду будет самрани. Это определенный вид смолы, жидкость из дерева. Что ж, в погоне за самрани в лесу есть такие массивные деревья. Люди надрезают деревья, они твердые снаружи, но внутри есть полости. В полость стекает смола. Мы не знаем, по крайней мере, я не знаю, какова природная причина появления этих смол. Но люди их собирают. Это ценное и редкое вещество, и вам придется пройти многие километры, чтобы получить достаточное количество смолы. Потому что деревья должны быть зрелыми. Это означает, что им должно быть от 30 до 50 лет, иначе смолу добыть не получится. Благовония оказывают сильное влияние на атмосферу. Это не обязательно аромат. Это другое. Очищается воздух, он просто делает атмосферу более живой. По сути, какие бы структуры ни были в помещении, атмосфера в нем становится словно на открытом воздухе. Не нужно жечь слишком много, иначе можно вычихать свои мозги. Достаточно небольшого количества самрани, чтобы почувствовать себя словно на открытом воздухе, так как создается неструктурированное пространство. Особенно если умирает член семьи. Самрани продолжают жечь на протяжении 11-12 дней, потому что хотят полностью очистить воздух. Это более тонкие аспекты. Но...